А всего за 890 рублей в год вы можете получить 150 каналов НТВ+, и подключить пакеты Суперспорт и ВИП-кино без дополнительной платы, а это ещё 40 каналов. Тратьте деньги разумно и приятно. Подробности www.ntvplus.ru Категория 18+. Как повлиять на проблемные зоны при геморрое и снаружи, и изнутри? Крем и капсулы Проктонис. Проктонис. Ощути мощь двойного эффекта. Бат не является лекарственным средством. Тестостерон — это мужская сила, энергия и здоровье. Именно он снижается с возрастом. Как стимулировать выработку собственного тестостерона? Принимай тестогенон. Он поможет восстановить необходимый уровень мужского гормона. Геологически активная добавка не является лекарственным средством. Хорошее начало — половина дела. Реклама на Эйхи — хорошее начало. В эту среду после 22 часов в программе 48 минут. Глава британских лейбористов... Я все время сажусь в эфир, и в результате саморекламы узнаю, что у нас сегодня будет в эфире. Да. Все время, да. Периодически звучат анонсы моих программ. Я такая, о, да, я помню, да. Ах, 20 секунд еще было, чтобы попить кофе. А сколько сейчас программ? Сколько что? Программ. В день обычно. У кого? Меняли вообще? Да. А, когда как, в понедельник, две, во вторник, ночной, в четверг, завтра четыре будет, в пятницу один, в субботу одиннадцать. Ну, как-то так. Оно каждую неделю меняется, поэтому сложно сказать. Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Здравствуйте, это программа «Особое мнение», меня зовут Ирина Воробьева, и сегодня со своим особым мнением в студии радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор газеты «Эхо Москвы» «Московский комсомолец» Павел Гусев, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, а вас интересует, где отдыхает патриарх Кирилл? Я только что у вас на сайте посмотрел, когда ехал сюда, открыл сайт «Эхо Москвы» и с удивлением разглядывал фотографии вот его священной, наверное, базы в Геленджике. Я ее видел, проезжая тоже на теплоходике для главных, мы главные редактора, нас перевозили из-под Геленджика в Сочи, и мы нам показали, а вот здесь вот, значит, патриарха якобы обитает. А там ничего не видно было с берега? Было, видно, мы в бинокль смотрели, да, такое мощное заведение, достойное олигарха, немалой суммы денег, наверное, все это было туда вложено и потрачено, очень в реликтовом месте, лесу там, говорят, вырубалось что-то. Ну и вот патриарх, который на катере, предположительно, да, предположительно, на катере, ну что ж, отдыхает. Ну, просто на самом деле это очень так обсуждается, дорогостоящая яхта, патриарх Кирилл, а на самом деле, ну, отдыхает человек, ну, в конце концов. Ну, в конце концов, он имеет право отдыхать, пускай отдыхает, здесь гораздо более, например, снимки последних дней, это яхта Мельниченко, которая стоит, там, бюджет, наверное, нескольких городов российских был истрачен. Ну, да, и там стеклянные палубы, и что там только нет, и то, и пятое, и десятое, меня другое смущает во всей этой истории. Мне, я сегодня как раз встречался днем с одним крупным аграрием, и он сказал, ну, когда мы там обсуждали разные темы, эту затронули, он говорит, ты знаешь же, что он один из крупнейших поставщиков удобрений для сельского хозяйства, ну, его. Ну, да, у него же вот этот Еврохим, там, и прочее, прочее. Я говорю, ну, да, не знал этого. Он говорит, так вот, ты только имей в виду, что в России стоимость удобрений, которые продает он для сельского хозяйства, выше, чем в любой другой европейской стране. Ну, теперь понятно, откуда это яхты, и понятно, откуда что берется. Просто все это берется из тех сверхприбылий, которые загоняются в российскую глубинку, загоняются сельскому хозяйству. Так, многое ведь и бюджет тратит на то, чтобы оплачивать дотации сельскому хозяйству, и, в частности, по удобрениям и прочее, прочее. Вот откуда денежки, это переработанные бюджетные бабки, и переработанные они с умом. Господин Мельниченко построил прекрасную себе игрушку за 400 миллионов евро, и мы сегодня в газете опубликовали, что на эти деньги можно было построить 24 детских садика и 28 школ в Москве, если брать по московским ценам. В регионах еще больше. Да, а в регионах и можно было порядка 180 тысяч жителей-пенсионеров Москвы могли бы получать пенсию в течение года на эти деньги. Ну, что, наверное, так устроена наша экономика, наверное, так устроена ситуация, когда вот отдельные такие личности могут позволять себе такое в период, когда страна в кризисе. При этом, когда страна в кризисе, у нас идет речь сейчас, и министр финансов России Антон Силуанов говорит об этом, что необходимо срочно решить вопрос о повышении пенсионного возраста. Довольно больной вопрос для многих людей. Очень больной. Вот это имеет смысл делать или как? Но этот больной вопрос, он действительно больной вопрос, но он все-таки должен как-то решаться для будущего. Дело в том, что хотим мы этого или не хотим понимать внутренне для себя, все-таки жизненный ценз и жизненный уровень как мужчин, так и женщин вырос. Это и современная медицина, это и современные препараты, это и, в общем-то, совсем другое питание, это и возможность лучше отдыхать, и возможность более квалифицированно и легче работать даже в трудных производствах. То есть человеческий организм перешагнул некую возрастную рамку, когда, вот, предположим, раньше, там, несколько десятилетий назад люди, там, 60 умирали, это, ну, что делать, да, он старенький прожил. А сейчас уже в 60, там, 70 люди живут бодряки и такие, что ой-ой-ой. Конечно, такие люди могут работать и трудиться. Эту шкалу нельзя задирать автоматически. Дело в том, что должны быть какие-то, вот, знаете, специальные приложения или специальные условия, по которым люди больные. Люди, которые нельзя автоматически повысить этот возраст. Существует все-таки определенная категория граждан, которые, там, к 60, к 60, к этому возрасту все-таки больны, которые уже не в состоянии дальше трудиться. И, конечно, автоматически ставить для них преграду по пенсии невозможно таким законом и нельзя. И такой закон должен быть избирательный в какой-то степени и, естественно, должны быть соответствующие медицинские и прочие-прочие предсказания. Но здесь, учитывая нашу Россию, великую матушку державу, тут же возникает вопрос коррупционности получения таких медицинских справок. Как только все дело будет таких медицинских справок, тут же будет цена, за сколько можно получить такую медицинскую справку, чтобы попасть раньше в пенсионный возраст. Вот, к сожалению, к чему это может привести. С другой стороны, имеет ли смысл рассчитывать на человеколюбие наших чиновников, которые, я так подозреваю, все равно задерут этот возраст и, понятно, что все равно примут такое решение, но действительно, имеет ли смысл рассчитывать на то, что они будут думать в первую очередь о людях и как-то по-умному подходить к этому? Я думаю, что нет. Дело в том, что, посмотрите, ведь это очень интересное явление по вбросу информации относительно пенсионного возраста. Это началось, если не ошибаюсь, где-то года 2-3 назад первый вбросик был, причем вбросил какой-то депутат Тишка. Вот, потом вбросили кто-то из министерства, потом на уровне министра, потом вбросили еще на какой-то встрече, потом общественники какие-то вбросили. И постоянно идет вброс. При этом четко смотрится, как реагирует население, как реагирует та часть населения, которая подходит как раз к пенсионному возрасту, и для кого это может быть наиболее или болезненно, или существенно и интересно. Молодежь это сейчас не замечает даже, эта информация, она просто пропускает мимо ушей. Молодые, даже 30-летние, 40-летние, для них, что это так еще далеко там, непонятно, что, чего, проживем и без этого. Так вот, вбрасывается и тишина. Если вы замечаете, практически, практически, ну, всклипывания, такие причитания и больше ничего. Тишина. Ни правозащитники, ни правозащитные организации, ни, есть ведь у нас и партия пенсионеров, есть еще, никто жестко, резко нигде не выступает для того, чтобы упорядочить этот процесс. Да, может быть, он и нужен. Да, может быть. Ну, тогда давайте играть по правилам. По правилам здоровья человека, по правилам условий труда, по правилам, которые должны соблюдать работодатели в отношении лиц уже пожилого возраста и так далее и тому подобное. Все это должно выстраиваться в четкую систему всех, всех гарантий государства для человека, который начинает работать и жить в более зрелом возрасте. Продолжим. Через несколько минут у нас сейчас небольшая пауза. Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец» в особом мнении. Эхо Москвы. События и комментарии. Из прослушки телефонного разговора главного редактора «Эхо Москвы». Значит так, выходишь утром с понедельника по четверг. Ярко, жестко, без соплей, в общем, с полицией. Голос собеседника идентифицирован не был. Идентифицируйте его сами. С понедельника по четвергам. С девяти до одиннадцати. А иногда до без пятнадцати и двенадцати. В этот четверг в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет независимый американский журналист Майкл Бом после семнадцати часов. Блог. Аут. По четвергам. После двадцати. Новости Благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой. Блог. Аут. Каждый четверг после двадцати часов. Робин Гуды с большой дороги. В программе «Девяносто шесть страниц» представляем новый номер журнала «Дилетант». Эфир ведут Сергей Бунтман и Сергей Шаргунов. Девяносто шесть страниц. В четверг после двадцати одного часа. Теперь по ночам с четверга на пятницу с ноля до трех часов. Программа «Один» ведет журналист Дмитрий Быков. «Один» вызывает отторжение полностью. Вот просто омерзение. Омерзение. Кому-то нечего. Ахома. Ну и к нему тоже привыкаешь. Эхо родилось в другой стране, которой уже нет в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром, страной, как мы менялись, как меняла страна. Мы начали работу совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан Ландрит. И каждый год из этих 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране, что было у нас на Эйфен. Радио «Эхо Москвы». В этом году радиостанции «Эхо Москвы». 25 лет. Главные события. Главные новости. Главные персоны и ощущения «Эховцев» за все 25 лет. Я попадаю в другую страну. «Эхо Москвы». Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по буням в 6 часов вечера. Я спрашиваю, что же вы, а как он? Мне взбывают и говорят, ну а что? А куда? А куда? Нет, а вот он многим просто тупик и некуда ехать. У них тупик, некуда ехать. Так обидно за них. Они люди, которые готовы работать, что-то делать. Все это реально. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Мы сегодня, на самом деле, еще вспоминаем трагедию, которая случилась с самолетом Як-42, на которой была команда «Локомотива», потому что сегодня единственный фигурант по этому делу получил 5 лет колонии и был сразу же амнистирован. Вообще довольно редко, как я помню, есть какие-то вообще приговоры по авиакатастрофам. Практически их нет. Вот сейчас, насколько я знаю, освобождены все участники, которые по Внукову, по гибели французского предпринимателя самолета. Ну, все освобождены на сегодняшний день. Я не знаю ход и детали судебного процесса, но почему-то возникает всегда некое ощущение, что не может быть так, чтобы Васильева сразу амнистировали, здесь амнистировали, там все освобождены. Какая-то... С одной стороны, скажут, ну что, ты кровожадин, что ли, ты хочешь, чтобы всех сажали? Я хочу, чтобы все выполняли свои обязанности, а они связаны прежде всего с жизнью людей, с огромными материальными ценностями, достойно и ответственно. Если ты не выполняешь этого, то тогда изволь отвечать перед законом. А зачем тогда закон нужно? Зачем тогда вот этот блеф? Понимаете, когда... Я сегодня... Я понять этого не могу. Это... Вот это... Это просто ужасно для меня внутренне, например. Когда в Санкт-Петербурге, после того, как отколотили, уничтожили барельеф... Мефистофеля, да. Мефистофеля, причем на историческом здании, охраняемом государством, с исторической ценностью, не возбуждено уголовное дело, никто не взят под стражу, никаких действий не производится уголовного порядка за уничтожение ценности. А теперь я задаю вопрос. Вот кто-то пусть подойдет сейчас и кинет, условно, камень в вывеску администрации городской за то, что они ничего не делают. Да не дай... Три года минимум за стекляшку, которая стоит полторы тысячи рублей. Три тысячи. Ты поднял руку на... На власть. А ты... Он, тот негодяй, который сколотил, он поднял руку на национальную ценность. На российскую ценность. В угоду некому бородатому человеку. Я тоже бородатый. Но тот занимается совсем другими делами. И бог с ним. Пускай он занимается. Для меня это непонятно. Для меня непонятно, когда сегодня в центре Москвы и в центральных районах, и в окраинах начинают строить новоделы церквей. Сотни жителей выходят, потому что строят их или на детских, или на спортивных площадках вместо них, в парках, где отдыхали жители. Друзья, отъедьте 200-300 километров от Москвы. Маленькие городишки, села, деревушки. В них стоят разрушенные церкви. Исторические места. Места, где захоронены очень многие и церковные служители, и местные жители. Рядом с церковью. Все это брошено. Все это заросло. Или находится в непотребном состоянии. Почему там вы не возрождаете русскую церковь? Почему вы там не возрождаете православие? Почему вы там не восстанавливаете то, что нужно заменять новоделами в центре Москвы? А я скажу почему. Неинтересно. Нет. Не это. В Москве бабки. Только не бабки в платочках. А бабки в виде, которые достают из кошельков. Именно они сегодня заменяют для некоторых церковнослужителей всю веру в Господа Бога. Именно из-за этого в Москве строится 200 церквей. Не из-за того, что мест нету, а из-за того, что здесь деньги есть. Потому что в Тверской, Костромской, Вологодской области в разрушенных церквях там 2, 3, 4, 5, 10 прихожан. Ну туда могли бы и туристы ездить. Но об этом никто не думает. Это долгая отдача этих денег. Я сам бывал рядом, стоял с разрушенными храми. Сейчас, на прошлой неделе стоял. Брошено. Осыпаются росписи. Все течет. Почему? Нет денег. У местных священнослужителей нет денег. Ни у кого нет денег. Никто не... Все брошено. Но сейчас мы строим из шлака бетона новоделы, которые заменят нам то, чего вообще непонятно. Это новые пункты по сбору денег. Я считаю, что вот такие вещи, они безнравственны. Они безнравственны и для церкви, они безнравственны для граждан. И это не приводит нас ни к патриотизму, ни к любви к православию, к той, которая должна быть внутренняя. Мы смотрим сегодня на многих священнослужителей, как на бизнесменов. Зачем? Почему? Кто это делает? Под чим это все делается? Мне кажется, неумно. И, конечно, фотографии якобы той же дома нового патриарха на Черноморском побережье, дворца, это, конечно, тоже своеобразный ответ, что и почему, и откуда, и куда. Как вы считаете, может быть, имеет смысл вот эти все прекрасные православные активисты, которые учат нас жизни и учат нас морали и громят выставки и так далее, и так далее, может быть, имеет смысл в таком случае отправлять их за это, восстанавливать эти церкви? Так это было бы замечательно. Это было бы замечательно. Единственный минус у этих православных активистов, что у них есть кулаки, а нет желания работать. У них есть словоблудие, но нет желания призвать граждан пойти и восстанавливать святыни наши. Наши святыни, российские и православные, намоленные, с духом внутренним. Они не идут туда и не хотят идти, потому что им легче кричать здесь на публике, попасть в телевизионную камеру, попасть на страницы газет, чтобы они говорили, кто он этот, я его имя и фамилию выговорить не могу, кто он, ноль, всегда был. А сейчас, даже сейчас я выговорю, я знать его не хочу, и не помню, как его зовут. Да, и я не буду произносить, принципиально даже. Но кто он в результате своих действий, он стал человеком, о котором кто-то спорит, что-то говорит, он там у кого-то прощения просит, около него стоят какие-то, так сказать, в рясах поют там молебен, чтобы его спасти. За что спасти-то? Вступился за честь Богородицы, как всегда, за честь веры, за честь церкви. Вступается за честь не этим, не этим. Дух в другом месте. Очень мне хочется, честно говоря, сейчас продолжить этот разговор и тоже высказаться, потому что, ну, правда, и наши слушатели тоже очень реагируют, очень остро всегда реагируют на подобные темы, поэтому, когда там за разгром манежа дают 10 судок ареста... Это беда. ...при большом, в общем, ущербе, который они нанесли, а за молебен, пусть и панк молебен в Храме Христа Спасителя... Согласен, согласен, согласен. Но плюс еще, я повторяю, для меня чудовищно то, что сегодня в Санкт-Петербурге нет никаких противоправных действий и противодействия тем той мерзости, которая сегодня происходит и может привести дальше к разрушению. Неужели власть не понимает, что сегодня они Мефистофеля уничтожили, завтра они пойдут громить еще, еще, еще и еще. Будут срывать вывески с улиц, предположим, тех писателей или авторов, которые как-то, когда-то, где-то что-то высказались, им не понравившись. Неугодные. Неугодные. Понимаете, это своеобразный православный ИГИЛ. Об этом уже не я, это не первое я сказал. Но это действительно так. Это безрассудство. Власть должна остановить этот погром. Искусство выше бывает многих вещей. Это тоже духовный мир, данный Богом. Пушкин, это явление, которое было, есть и останется на всю жизнь у русского народа. Но Пушкин тоже высказывался иногда так, что не нравился. А Толстой, которого отлучили от церкви? А Толстой, которого отлучили от церкви? Давайте не будем подсказывать мишени. Мы продолжим программу «Особое мнение». Буквально через несколько минут. Главный редактор газеты «Московский комсомольец» Павел Гусев здесь у нас в эфире сейчас. Привет! Давай! Что у нас случилось? Опа! Ну, понятно дело. Ну, вот. Блин. Блин. Речь идет о том расследовании, которое ведется уже больше 20 лет, пояснили там. Следствию предстоит изучить архивные материалы, которые были обнаружены за последние 4 года. Они связаны с так называемым «белогвардейским следствием» о гибели семьи Николая II. Кроме того, напоминает, в СКР летом была создана межведомственная рабочая группа. По вопросам, которые касаются останков царевича Алексея и Великой княжной Марии Романовой. Они до сих пор находятся в Государственном архиве Российской Федерации. Россия пригрозила разместить в Калининградской области комплексы Эскандер-Р. И тоже интересные люди, то есть вот, когда мы говорим о том, что не надо сажать, что очень много сидит и так далее, и так далее, потом на наших глазах в один день сажают Сенцова, отпускают Васильеву, и когда те же самые люди говорят, ну, как же так, что вы творите? Они говорят, а что же вы такие кровожопы? А что вы хотите, чтобы все сидели? Ну, если вы так просто открыто это демонстрируете, вы что хотите так? Вчера, я не знаю, у нас вот были вчера корреспонденты на этом суде, где вот 10 суток получил, и рассказывали, что вот эти все, которые пришли туда, они вели себя просто чудовищно. Их хватали журналистов за девчонки, и там их называли шавками, то есть там провоцировали драки. Ну, как так можно? То есть это просто какое-то помешательство. То, что я видела из фотографии, если рассказывать Олег, мне напомнило, я была на суде по Мавроди в свое время, и там в коридоре стояла целая толпа людей, которые кричали, отпустите его, пожалуйста, он нам все вернет, мы в него верим. Да-да-да-да, я помню, мы писали. Тоже они нас там хватали, там говорили, что вы врете про него, вы там ужасные. Боже мой. Звоните. 495-266-35. Ну, как фанатизм, он, конечно, приводит ничего хорош. Подробности на сайте люберцы 2016.ру. Не проспи, ночь выгодных покупок. Крупнейший мебельный центр Европы Трикита будет работать в ночь с 26 на 27 сентября. В это время у нас особенно приятно, потому что на дорогах ночной трафик, а в магазине ночные цены. Подробности на сайте 3kita.ru. Отель Риксуси. Весь, все наши сообщения разделились ровно пополам. Да. Да, люди, которые с вами согласны, и люди, которые нас с вами теперь ненавидят. Ну и пускай. Ну, как всегда. Ну и пускай. Так и должно быть. Да. Это мы с Шнегровичем как-то. У нас так получалось, что мы все время попадали вместе в эфире. У нас всегда в эфире. Значит, либо он негодяй, либо я негодяй, либо мы оба негодяи. Каждый раз. А не нравится что? То, ну как, наехали на православных вот этих вот товарищей, ну что. Это же, вот после, когда Пуссирайт был, это же просто как мозоль. Это буквально один вопрос задашь в эфире, там просто взрывается все. Это, конечно, очень странно. То есть люди очень резко, очень остро реагируют на какие-то вещи. И прям не хотят слышать ничего, и у них прям аж привина просто приглазать. Ну вот не знаю. С другой стороны, когда у людей больше ничего нету, когда они, ну то есть не во что верить, не в кому верить, не знаю, то, может быть, вот тогда и появляются такие люди, которые своими погромами, да, там, заставляют кого-то восхищаться. Хотя я вообще всегда не понимаю, как можно восхищаться, когда ты что-то уничтожаешь. Радио Эхо Москвы и компания РТВА представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Ирина Воробьева, Павел Гусев здесь в студии. И вот сейчас в новостях говорили о том, что Следственный комитет возобновил расследование дела об убийстве царской семьи для дополнительных исследований. И, в общем-то, господин Маркин, это официальный представитель Следственного комитета, говорит о том, что нужно провести их сгумацию останков. Сколько, как вы думаете, будет длиться эта история с расследованием дела об убийстве царской семьи? И нужно ли вам, как человеку, который живет в этой стране, знать результаты, его результаты расследования? Нет, результаты нужно знать, я в этом не сомневаюсь. Но, на мой взгляд, очень точное и длительное расследование проводил следователь генпрокуратуры. Я сейчас, к сожалению, то ли Белов, то ли у него простая очень такая фамилия. И он очень много публиковался в разных средствах массовой информации с материалами по этому делу. И оно очень убедительно звучало, потому что у него очень много было документов. И именно он-то первое все и раскопал, докопал, и все эти останки нашли. И он участвовал в этом, и генетические экспертизы заказывал. И тогда был спор со священнослужителями, которые тоже отказывались верить, это не это. И, на мой взгляд, тогда все очень точно. Вот главное, чтобы там где-то просвучала фраза «белогвардейский какой-то след», что-то я вроде слышал информации. Главное, чтобы сейчас не перевели на рельсы, что большевики-то были все хорошие, их заставили какие-то там белогвардейские офицеры расстреливать якобы для провокации царскую семью. Вот это очень будет странно звучать в нынешнее время. Может быть, знаете, вот мы сейчас Войкова там как-то уже вроде как убирают, может, хотят снова его вернуть, и всю ту нечисть, которая убивала царскую семью, опять реабилитировать. Не знаю, на мой взгляд, достаточно все было убедительно показано уже несколько, там, 5-6 лет назад. И это было очень убедительно все. Зачем все, и были останки захоронены, насколько, зачем сейчас все это опять нужно делать? Может быть, чтобы отвлечь от наших нужных, сегодняшних, страшных, проблемных дел. Может быть, может быть. Может быть, такое бывает, когда уголовные дела 100-летней давности могут заглушить сегодняшние проблемные дела, сегодняшние актуальные проблемы, которые мучают людей и которые не дают им спокойно жить и думать. Понимаете, вот мы с вами сейчас поговорили по поводу проблем православия и проблем этих активистов. Они наверняка взорвутся сейчас, начнут там кто-то нас там ругать, проклинать, а кто-то будет за нас. Но ведь люди делятся ведь не из-за... Понимаете, у нас везде агрессия. А где наше с вами христианское милосердие и вообще прощение? Прощение того, что происходит с людьми. Даже если кто-то из авторов, которые были уничтожены или уничтожаются сейчас, заблуждался или думал по-другому, а может быть, он был неверующий, а может быть, еще что-то, ну почему его не простить? Почему ему не сказать, что Бог тебе судьба, судья, что ты не верил? Может быть, ты поверишь в другом миру, когда оказался во что-то иное, встретившись с кем-то или увидев что-то иное там в другом мире? Зачем нужно обязательно всех уничтожать? Зачем всех нужно оскорблять? Где смирение? И после этого они говорят, мы православные активисты. Да какие же вы православные активисты, когда вы пытаетесь унизить журналистов, когда вы шикаете на журналистов, когда вы кричите журналистам всякие мерзости, и в зале суда, который проходил, и вокруг суда, и вообще по всему этому делу, и на сайтах, и так далее. Ну какие вы православные? Какие вы православные? У вас в православии только крест на груди, и больше ничего. Вы сейчас говорите слова прощения православия. Это слова, которые вообще мы практически не слышим. Сегодня нет. Сегодня это исчезло из повестки дня, сегодняшней риторики между православными активистами, или православными людьми, и людьми, которые сомневаются, а некоторые не верят. Ну и что? Ну они не верят. Ты сделай, чтобы они поверили, что... Знаете, был лозунг, Мандельштам и другие писали в своих исторических рассказах, железной рукой загоним, так сказать, пролетариат в социализм, там, или куда-то еще. Шли с лозунгом на первых демонстрациях. Железной рукой загоним. Так что мы сейчас хотим загнать в православие или еще в какую-то другую? Нет. Надо не загонять, а чтобы человек, входя в храм, понял, что он оттуда уже никогда не выйдет. Он будет всегда в этом храме. Но не жестокостью, не грубостью, а лаской и прощением. Чтобы он понимал, что он приходит в храм, что его простят, если он покается. Я очень надеюсь, что эти слова долетят туда, куда нужно, и будут правильно поняты. Про журналистов хотелось спросить. Вот есть уголовное дело против Леонида Волкова по поводу сломанного микрофона Live News. Но я даже не скорее не про это дело хочу спросить. Ведь мы же с вами видим, как на журналистов нападают, как охрана их отдергивает, как их убирают, пихают, не знаю, травмы, избиения. И при этом я не помню, может быть, вы мне напомните, но что-то я не помню раньше, чтобы были уголовные дела в отношении каких-либо людей, которые так поступали с журналистами. И тут внезапно Леонид Волков — это, собственно, человек, который, наверное, обижает журналистов больше всех. Ну да. К сожалению, таких уголовных дел практически нет. Существует, по-моему, если не ошибаюсь, 144-я статья уголовного конкурса, которая говорит о противодействии профессиональной действенности журналистам. По этой статье всего, я не помню, совсем недавно Генри Резник где-то, по-моему, говорил, или кто-то еще из адвокатов, по-моему, осудили по этой статье не больше 6-7 человек за все это время. Если представить, сколько за это время унижали, оскорбляли журналистов, сколько было случаев, когда журналисты действительно оказывались в ситуации, когда им под угрозами буквально смерти, а иногда их и убивали, не давали работать, так это должны быть сотни таких уголовных дел. Мы попытались обсудить в свое время в общественной палате и в союзе журналистов вместе с судейским сообществом эту статью и возможности ее применения или ужесточения. И потом они сами сказали, что, ну, ребята, в ней все есть, в этой статье, все есть. Нет одного желания возбуждать дела против тех структур, которые сегодня мешают работать журналистам. А часто это структуры называются госорганы самого различного уровня. Самого различного уровня. И они сегодня делают все для того, чтобы профессия журналист и наша работа с вами оказались на задворках нынешней истории. Мы должны быть у ноги при хозяине, при ком-то, при какой-то структуре власти. Но отнюдь не говорить и думать, что положено журналисту в любой цивилизованной стране, демократической стране. Если посмотреть наш закон о СМИ, демократичнее его вообще придумать ничего нельзя больше. И хвала, и слава тем, кто его создавал, и Миша Федотову тоже. Конституция сегодня, 29-я статья, гарантирует нам абсолютную свободу и в получении информации, и в распространении информации. Попробуйте распространить. У вас сейчас Роскомнадзор уже, так сказать, вот он обложил со всех сторон. Да что, уголовное дело есть про вообще попытки провести референдум и распространение информации о референдуме. Да, да. То есть, понимаете, сегодня профессия журналист, это ближе к профессии изгорев. Я знаю, что многие радуются, многие рукоплещут. Ага, так им. Вы в 90-е годы нас, а мы вас в 2000-е, 15-е года, 16-е и 17-е уроем всех. Я знаю, что такая и есть точка зрения. Вот вы в 90-е годы распоясались, а теперь получите за всю свою гласность, свободу слова, за то, что вы хотели быть четвертой властью, а мы не хотели быть четвертой властью. Это нас так называла власть сама. Это не мы так себя называли. Эти слова не нам принадлежали по поводу четвертой власти. А потом сами же нас называли сливными бачками. Если опять же говорить про журналистов, в прошлую пятницу и четверг, вообще на прошлой неделе, журналисты пакетировали Следственный комитет с одним единственным требованием. Допросить по делу о нападении на Олега Кашина господина Турчака, губернатора Псковской области. Да, да. Ничего. Тоже за тишина-то такая. Нет, но сегодня кто-то из администрации, зам, по-моему, Турчака сказал, что губернатор не имеет к этому никакого дела, никаких разговоров не было и ничего не было. Но меня удивляет, понимаете, в любой другой стране, в любой другой стране тут же бы после таких обвинений журналиста или журналистов выступил бы руководитель или мэр, или губернатор, кто там против кого так выступили, и тут же дал разъяснение. Или ушел в отставку, или еще что-то. У нас этого нет и невозможно. И невозможно. Вообще, понимаете, ситуация складывается такая, что волосы дымом стоят. Вот смотрите, арестовали Гайзера, губернатора. Миссис Кузьмин. Да, я присутствую на одном, так сказать, большом-большом, так сказать, с камерами, все, мероприятии, и там депутаты, чиновники говорят, вот, нам необходимо общественное, как бы, мнение, общество должно контролировать таких губернаторов. А я задаю вопрос. Общество через кого должно контролировать таких? Через прессу. А пресса кому принадлежит в этом регионе, в коме? Вся принадлежит или губернатору, или мэру, или государству. Нету там ни свободных, ни независимых СМИ, вообще ничего нету. Кто будет иметь связь гражданского общества с властью? Кто будет осуществлять? Осуществлять должны только средства массовой информации. Это лучший источник. Причем разные. И онлайн-СМИ, и газеты, и радио, и телевидение. Они должны быть и государственными, но должны быть и свободными, независимыми от государства. Сегодня мы имеем, что у нас до 90% всех региональных СМИ находятся под мэрами. Что делает мэр, когда губернатор приходит к власти? Первым делом он скупает все СМИ, или, так сказать, их распределяет под себя. Вот и все. После этого мы спрашиваем, кто будет осуществлять народный и общественный контроль. Да никто не может его осуществлять, потому что весь этот общественный контроль находится в одном и том же кабинете. Было особое мнение. К сожалению, время закончилось. Еще очень много вопросов было у наших слушателей и у меня. Но я надеюсь, что мы еще встретимся в этой студии. Главный редактор газеты «Московский комсомольец» Павел Гусев был в эфир радиостанции «Эхо Москвы». Меня зовут Ирина Воробьева. До встречи. Эхо твоё. Спасибо большое. Все говорят вам спасибо за эфир. Очень эмоционально получилось у нас с вами. Точнее, у вас эмоционально получилось. Крамурзам все еще в выпуске? Нет. Комментарий на нашем сайте. Эхо.МСК.РУ Тогда мы пойдем. Хорошо. Вечер. И деньги. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости»